Здарова ребята, ютуб изменил свои правила против любителей самодельного оружия, поэтому сегодня сделаем из сантехники супер мощную... пневматическую хлопушку. Всем добра и приятного просмотра. Итак, для создания этого грозного и невероятно мощного стреляющего конфетти дробовика нам понадобится Дюймовый сантехнический сгон, чем длиннее, тем лучше. Мой судя по квадратикам на столе имеет длину полметра. Заглушка с одной стороны, и переходник на одну вторую резьбу с другой стороны. Далее тройник, все резьбы 1,2 дюйма. Пробка. Сосок от бескамерных шин. Стоит 10 рублей в любых автозапчастях. Угол 90 градусов, все резьбы опять же полдюймовые. И самый дорогой компонент, шаровой кран. Обычно чем дороже кран, тем легче он открывается, а это очень важно. Стволом хлопушки будет 40 миллиметровая канализационная труба, и крепиться она будет при помощи 40 миллиметровой заглушки для этой же самой трубы. Саму заглушку прижмем переходной муфтой с одной второй на три четверти. И вот сам ствол, найденный на балконе обрезок 40 миллиметровой канализационной трубы. Резьбовые соединения нужно будет уплотнить, причем уплотнить очень хорошо, мы ведь будем закачивать туда воздух под давлением. Примерно вот так все будет собираться, ну вы поняли. Для уплотнения я обычно использую фум-ленту или унилок, но плотно загерметизировать трубы под воздух не всегда удается с первого раза. Мне это надоело, я решил попробовать анародный герметик для труб. Обязательно синего цвета, потому что есть еще красный, который дает практически неразборное соединение, и такого нам не надо. Наносим герметик на резьбу и собираем нашу систему. Пока сохнет основная часть, вмонтируем сосок, он же ниппель, в заглушку. Соски в тески, детка. Диаметр у соска 10 миллиметров, будем сверлить. Сначала сверлим маленьким сверлом, чтобы получить направляющий канал. И потом уже большим. Ну, посверлил я, естественно, криво. У соска отрезаем пупок. Ой, отстаньте, я не знаю, как по-другому это назвать. Внутреннюю часть заглушки обмазываем любым резиновым клеем, например, моментом. И таким же клеем намазываем сосок. Ждем пару минут и вставляем. Сосок входит очень плотно, не оставляя воздуху никаких шансов где-то найти выход. Но рекомендую все-таки промазать клеем по краю. При первой же проверке давлением клеем заполнит все щели, и тогда герметичность будет 100%. Пока сохнет анаэробный герметик, а это минимум 15 минут на проверочное давление 10 атмосфер, я хотел бы напомнить, что видео снято чисто в развлекательных целях, и повторять увиденное крайне не рекомендуется. Тем более, что в сантех штука довольно дорогая, а шаровой кран вместо нормального клапана это вообще полнейший бред и годится только для демонстрации. Но если вам всё-таки хочется пострелять из большой и тяжёлой пушки, можете сделать это в компьютерной онлайн-игре World of Warships. Погрузитесь в атмосферу напряжённых морских баталий, встав за штурвал знаменитого военного корабля Первой или Второй мировой войны. Огромные металлические красавцы ведут себя на воде как настоящие, что делает игру особенно интересной. Выбирайте между манёвренными эсминцами, мощными линкорами, универсальными крейсерами и авианосцами. Для победы над противником используется несколько видов оружия, включая огромные корабельные пушки и смертоносные торпеды. Но не всё так просто. Различные погодные условия заставят вас бороться не только с чужими кораблями, но и со своим. А баллистик снарядов не даст заскучать во время наведения прицела. Что ещё добавить, игра бесплатная, сетевая и достаточно серьёзная. Возраст игроков здесь в основном от 25 до 40 лет. Приглашайте друзей и создавайте свой непобедимый клан. Регистрируя новый аккаунт по специальной ссылке в описании под этим видео, вы получите премиальный крейсер Албани и 2 миллиона местной игровой валюты. Тем временем герметик застыл и можно проверить всю систему давлением. Качать я буду всё тем же ножным насосом, который вы видели в видео про самодельный пневматический автомат. Я покупал специально хорошую модель, которая спокойно качает 10 атмосфер. Герметичность проверяем в ведре с водой. Ну что ж, идеально, ни одного пузырика. Всё, система собрана и проверена. Теперь нужно прикрепить заглушку с роковой трубы и тоже сделать это герметично. Чтобы проделать отверстие диаметром 20 миллиметров, я использую всё то же самое китайское ступенчатое сверло, которое вы могли видеть в моих видео на канале ещё 2 года назад. Дорабатываем скальпелем и получаем идеальную посадку на кран. Для уплотнения использую резиновое кольцо на 1,2 дюйма. Продается всё в том же сантехе. Закручиваем. И затягиваем уже заглушкой. Переходник двигается по резьбе благодаря резинке. Оружие судного дня калибром 40 миллиметров почти готово. Надо закрепить ствол на заглушке, чтобы его от греха не сорвало. Всё-таки 10 атмосфер на таком диаметре это не шутки. Я попробовал несколько вариантов, но остановился на последнем. Нам понадобится стальной пруток, купил в стройматериалах. При помощи плоскогубцев из него нужно загнуть вот такую хреновину. Она надевается на ствол, цепляется за край трубы и защелкивается за край трубы. Добавив немного изоленты, получаем грубое, но очень надёжное запирание ствола. Ствол немного болтается, хочется тоже его с этого конца закрепить, но сохранить подвижность вдоль оси. Для этого понадобится муфта на эту же трубу и два крепления под дюймовую трубу, желательно защёлкой. Из муфты вынимаем колечко. Ну, оба. В середине есть бортик, нужно его срезать. И теперь муфт спокойно ходит по трубе. Приделаем крепление к муфте при помощи гимптиков и гаечек М3, проделав отверстие под отвертку. Вот такая получилась штука. Надеваем крепление на трубу и защелкиваем, помогая себе плоскогубцами. Вставляем ствол. И между креплениями и муфтой остались щели, я решил залить их термоклеем. Он застынет и крепления просто не будут шататься. Ну вот, хлопушка готова, осталось её зарядить и можно пострелять. То есть похлопать. Вообще, толчком к созданию этого видео послужил вот этот большой пакет конфетти, купленный в пятёрочке буквально рублей за 10. Это явно то, что отвалилось от новогодних украшалок за время их хранения на складах. Чтобы хлопушка могла выплюнуть весь этот мешок, нужно сделать пыш, которая и будет толкать конфетти по стволу. Я не стал сильно заморачиваться и сделал вот такую коническую заглушку. Она довольно плотно движется по стволу и позволяет помимо конфетти стрелять чем угодно. Ну и конечно я не удержался и сделал классические дротики из гвоздя сотки, чертюрной бумаги, скотча и горячего клея. Давайте бахнем и замерим дульную энергию этого монстра. К сожалению, я где-то потерял свою толстую доску мишень для стрельбы гвоздями, если вы помните её из видео про вакуумную пушку. Так что пришлось довольствоваться куском ДСП от стола. Чем только не пожертвуешь ради хорошего эксперимента. Ух, хорошо бахнуло. К сожалению, камера перестала снимать и вы пропустили пару эпичных лоплей, мотюков и фраз в стиле «Ой, мамка убьёт за пробитый ящик». В общем, хорошо так пробило. От души. Одного листа ДСП явно мало, чтобы остановить эту энергию. Кстати, что там по энергии? Немного физики от Алекса. Дульная энергия выстрела считается в джоулех по формуле «масса снаряда» умноженная на скорость вылета из ствола в квадрате, делённая на два. Над маркер новую купить. Массу измерим при помощи сверхточных китайских весов. Для частоты эксперимента возьмём извлечённый из мишени дротик. Скорость посчитаем на замедленном повторе, зная время и расстояние между полосками. Алекс? А, ну так это совсем просто. Скорость равна расстояние делить на время. Хрен на себе кисть. Отлично. Скорость составила 122,9 метров в секунду, а энергия – 124, мать его, джоули. Давайте продлим шкалу из видео про стрельбу дротиками из хлопушек, которая была продлена в видео про вакуумную пушку. 10 атмосфер сделали своё дело, и хлопушка из этого видео практически удваивает шкалу своим результатом в 124 джоули. Безумная энергия Сантеха. Огнестрельный пистолет Макарова имеет дульную энергию в 300 джоулей. Чувствуете эту мощь? Кому сложно представить джоули, переведите метры в секунду в километр в час. Гвоздь летел со скоростью 442 км в час. Это в два раза быстрее ладу, у которой заклинила педаль газа. А может ещё бахнем? Да, кстати, все опасные вещи нужно делать в защитных очках, а лучше вообще не делать, и просто доверить их профессионалам. Дубль два, три листа ДСП. Скорость у этого выстрела была чуть ниже, 115 метров в секунду и 110 джоулей соответственно. Но это не помешало гвоздю пробить несколько листов ДСП. Ну, три листа вместе я скрепил. До четвертого, видимо, дело не дошло. Давайте вернёмся к тому, для чего хлопушка была сделана. Конфетти. Заряжаем при помощи большой бумажной воронки. Готово. Конфетти в комнате не хотелось, к тому же высоты потолка будет явно недостаточно. А мусорить целлофан на улице тоже плохая идея. Я решил найти заброшенное уединённое местечко, где куча конфетти просто смешается с кучей окружающего мусора. Три, два, один, бым! Не совсем удачно расположился к свету, давайте попробуем ещё разок. Только накачаем побольше давления, примерно 12 атмосфер. Также я забил в трубу в два раза больше конфетти, пришлось немного их упрессовать. Вот это да, хлопушка выплюнула конфетти на 3 моих роста в высоту, что есть с 1,80 на 3 это 5,5 метров. Неплохо. Вот я думаю надо было больше прессовать, 12 атмосфер выплюнут что угодно. Особенно если учесть, что 10 атмосфер давит на конфетти в трубе диаметром 35,7 мм с силой в 1 кН, что примерно равно 100 кг. Так что из этой штуки надо запустить что угодно, она даже меня поднимет, если я например сделаю из швабры поршень и сяду сверху. Вот такая мощь. Я думаю интересно взглянуть, успеваю ли я открыть кран до того, как вылетит конфетти. Ну да, вполне успеваю. Теперь вы знаете в какой магазин нужно бежать первым делом при наступлении зомби апокалипсиса. Конечно же в магазин бытовой техники, мародёрствовать. А потом сразу в сантех, чтобы было чем защищать награбленные телевизоры и ноутбуки. Данная хлопушка будет доработана для дальнейших экспериментов, хочу попробовать поставить сюда китайский клапан быстрого сброса, баллон чуть большего объёма и другой ствол. Ну а на сегодня всё, если видео вам понравилось ставьте лайкос, подписывайтесь если не подписаны и смотрите другие оружейные видосы, пока их не запретили. С вами был как всегда алекс гайвер, до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok